Изучить технику фланкировки, провести занятия с голосом. У всех желающих появилась возможность окунуться в мир за кулиси ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки». С ненавних пор в этом учреждении проводят экскурсии, и все это без отрыва от творческого процесса. Яна Легун одна из первых оценила уникальную возможность погружения в искусство. Чтобы велась песня, артисты перед концертами регулярно проводят репетиции. В первую очередь тренирует главный инструмент – голос. Начинает с дыхания, занимается со словом, раскрывает диафрагму, а потом уже приступает к распевкам. Вероника Владимировна – тот самый человек, который обучает правильному пению, дыханию и не только всех артистов. Вот сейчас попробуем чему-нибудь научиться и мы. Что будем делать? Ну, самая простая скороговорка, к примеру, король-орел, король-орел, король-орел. То есть здесь самое главное – не торопиться на начальных этапах, нам нужна буква «К» и буква «Р». Соединение. Попробуем. Король-орел, 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 король-орел. Ну, кое-где издевчивость. Да, вот это сочетание очень такая каверзная. А чем каверзнее задание на репетиции, тем проще на сцене. В репертуаре ансамбля порядка 200 композиции. Все их постоянно обновляют в памяти. Кажется, они сыграют даже с завязанными глазами. Руки помнят каждое движение. Это уже об оркестровой группе. В рамках экскурсии заглядываем и к ним. У гостей ансамбля есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в мире за кулисье каждого цеха. Оценить можно и репетицию танцоров, улыбка на лицах, синхронное движение. Все это есть уже на подготовительном этапе. Обязательно, чтобы у нас артисты, естественно, держали форму, гибкость, выворотность. Все это, естественно, нам необходимо. Затем начинается у нас уже более такой творческий процесс. То есть мы работаем над трюками, чистим номера, ну и работаем, естественно, над техникой. Над техникой особенно поработать пришлось фланкировщикам. Или, другими словами, тем, кто виртуозно по казачьим традициям владеет шашкой. После такого погружения в работу артистов в полной мере начинаешь понимать специфику их творческого цеха, главная задача которого – сохранить и продемонстрировать традиции. Как показывают гастроли, казачьи колорит ценят и далеко за пределами России. По отношению к нам было очень такое теплое-теплое чувство. Энергетика людей просто была шквальной. Они с огромным удовольствием принимали нас, подпевали нам. Австралийцы, французы, бельгийцы. Они тоже пытались поймать нашу мелодию, нашу музыку, наши чувства, казачьи души, настроя. И тоже подпевали. А у забайкальцев есть возможность подпевать, пританцовывать артистам постоянно. Ведь двери ансамбля открыты для гостей. Яна Легун, Татьяна Оршинская, Вести, Читах.